В период пандемии никак иначе. Процедуру голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на дому начинают с дезинфекции. Антисептикам члены избиркома обрабатывают дверь и звонок. В квартиру заходить нельзя, потому пакет с заявлением и избирательным бюллетенем вешают прямо на дверную ручку. Здравствуйте, Валерий Семенович. Мы пришли, чтобы вы проголосовали. Здоровье не позволяет пенсионеру приходить на участок самостоятельно, однако оставаться в стороне мужчина не желает. Пакет с документами Валерий Семенович забирает себе домой. Там и голосует. По регламенту процедура не должна занимать более 15 минут. Обычно этого времени не хватает, чтобы принять решение. Когда все сделано, бюллетень опускают в прозрачную, похожую на чемодан переносную урну. Жители, которые не имеют возможности прийти на избирательный участок, подают заявку по телефону. Мы оформляем документы и выходим на выезд на дом. Голосование по поправкам в Конституцию идет по всей стране. Чтобы избежать скопления людей на избирательных участках, уже с 25 числа желающие могут сделать выбор удаленно, онлайн или на дому. Полный перечень изменений можно прочитать на портале госуслуги.ру во вкладке «Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию Российской Федерации». Все нововведения выделены цветом. Нина Бережная, Николай Забродин, Новости Химки ТВ.